В Волгограде стартовала акция «Спаси жизнь, стань донором костного мозга». Она должна помочь пополнить базу данных Национального регистра доноров костного мозга. Как спасти чью-то жизнь, расскажет Лариса Лазука. В этих листовках просьба помочь, победить рак. Иногда это можно сделать только вместе. Каждые 20 минут один россиянин узнает о том, что у него рак крови. И в ряде случаев без трансплантации костного мозга не обойтись. Но только меньше четверти нуждающихся могут рассчитывать на родственного донора. Остальным нужно искать генетического близнеца. Уже пять лет Росфонд при поддержке государства, бизнеса, некоммерческих организаций и волонтеров создает российский регистр доноров костного мозга. Он назван именем Васи Перевозчикова, мальчика из глубинки, который своего донора так и не дождался. Акция, которая проходит в эти дни в Волгограде, призвана привлечь как можно больше людей к пополнению российского регистра. Ведь случаются такие генетические совпадения достаточно редко. По статистике 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше людей примут участие в этой акции, тем больше появится шансов у людей больных выздороветь. Поддержать развитие национального регистра доноров костного мозга можно, отправив смс-сообщение со словом «донор» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Отправить их можно сколько угодно. Все собранные средства пойдут на оплату типирования донорской крови. Подробности и другие способы помощи на сайте регистра rdkm.ru. А если вам от 18 до 45 и нет противопоказаний, можно самому стать потенциальным донором, сдав анализ крови на типирование. Стать донором может абсолютно любой неравнодушный человек. Для этого нужно просто прийти в медицинский офис инвитера в городе Волгограде, заполнить анкету и сдать всего 9 мл крови. Иван Лычагин стал одним из первых участников акции в Волгограде. Накануне кровь на типирование сдал и его друг. Я решил помочь. Если есть шанс спасти чью-то жизнь, почему бы не воспользоваться им? В этом году аналогичные акции пройдут в 20 регионах России. Они организованы с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. На сегодня в объединенной базе зарегистрировано около 80 тысяч потенциальных доноров. Для сравнения, в немецком регистре их 7,5 млн. Но уже более 200 россиян благодаря российской базе нашли друг друга. Столько сделано операций. Один из самых молодых неродственных доноров в России — 22-летний студент из Волгограда. Во всем мире донорство костного мозга безвозмездно, анонимно и добровольно. Я уже 12 лет состою сама в регистре и являюсь потенциальным донором. К сожалению, пока я еще никому не подошла, Росфонд строит базу не для себя. То есть мы не строим и для себя. Ведь каждый может столкнуться с этой бедой, с этой проблемой. Через два года при обоюдном согласии донор и спасенный им человек могут познакомиться. Первая такая встреча прошла в сентябре в Санкт-Петербурге. Эмоции даже трудно описать. Это непередаваемо было. У нас уже у опытных даже сотрудников наском были плакали. Когда они встречаются впервые, мы сотрудники, все, кто наблюдал за этой встречей, мы наблюдали, как они между собой еще и похожи бывают. Сдать кровь на типирование в Волгограде можно по шести адресам. В медицинских офисах инвитро до 18 февраля. И в любое время отправить смс со словом «донор» на номер 5542. Может быть, кто-то далеко или совсем близко ждет именно вашей помощи. Лариса Лазука, Андрей Гурьянов, Владимир Лучкин, Алексей Горемыкин. Вести. Волгоград.